МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого Ярославского день в событиях. Я Юрий Соболев. Мы работаем в прямом эфире. Вот главная тема выпуска. Акция 100 баллов для победы, сдавшая ЕГЭ на максимальную оценку, делится опытом со школьниками. Стоит ли ждать весеннего паводка? Ухудшится ли качество питьевой воды? МЧС проводит проверку о результатах далее. Отопление в домах ярославцев пока отключать не собираются. Об этом сегодня сообщили в мэрии города. Невзирая на теплую погоду и температурный режим выше 8 градусов днем и пяти ночью, отопительный сезон продлится до конца месяца. А значит, горожанам придется продолжать платить за эту услугу. Городские власти отмечают, они ведут мониторинг температур, чтобы окончательно определить дату отключения тепла. Но, скорее всего, отопительный сезон по традиции завершится в конце апреля-начале мая. При этом синоптики уже в ближайшие выходные прогнозируют потепление до 14 градусов выше нуля. Зато фонтаны к лету городские власти уже намерены начать готовить. И здесь с датой включения все определено. Они начнут работать с 1 мая. Расконсервация фонтанов после зимы начнется через две недели. Обязательства по их очистке от мусора, ремонту в случае поломки взяли на себя специалисты РЭУ-13. Отметим, в Ярославле 10 фонтанов, которые функционируют до 30 сентября. С ручкой и бумагой в руках, чтобы не упустить важное. Во дворе дома на Большой технической стихийное собрание всех объединила одна проблема. Осенью капитальный ремонт крыши обернулся настоящей коммунальной трагедией. Сценарий, как и у других пострадавших во время капитального ремонта. Старую кровлю сняли, новую до проливных дождей уложить не успели. В сухом, а точнее в сыром остатке вздувшиеся обои, испорченные линолеумы и огромные протечки на потолке. Более того, ремонт крыши так и не довели до конца. Чтобы решить проблему, жители обратились в общественную палату Ярославской области. Мы сегодня обсудили график с 10 апреля до конца июня, когда должны быть ликвидированы все проблемы. То есть должна быть полностью закрыта крыша и ремонт наконец должен быть произведен. Третий этап это уже возмещение ущерба. Есть два ответственных. Первое, это конечно же фирма-подрядчик, а второе это фонд капитального ремонта. А жителям Заволжского района Ярославля обещают решить проблему дорожных заторов. Об этом на встрече с горожанами сообщил председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин. Он отметил, на эти цели из местного бюджета намерены выделить 46 миллионов рублей. Деньги пойдут на расширение проезжей части в районе улицы Дачная. Это должно значительно увеличить пропускную способность дороги. Приятная новость прозвучала на встрече и для будущих родителей. В этом году за Волгой сдадут два детских сада, сообщил глава городского парламента. Есть еще несколько объектов, строительство которых уже подходит к концу. Отмечу, народные избранники проводят встречи с ярославцами не в первый раз. Городские парламентарии уже пообщались с жителями Дзержинского, Красноперекопского и Фрунзенского районов. Встречи такие, я считаю, вообще всегда обязательные. Раньше всегда были встречи актива района, так называемого. И хорошо, чем встречи, что взаимодействуют все структуры, которые находятся в районе. Это и общественники, это производственники, это государственные бизнес-структуры, и все возможные структуры. На таких встречах они могут найти, прийти к какому-то общему выводу хотя бы. Озвучить общие проблемы. Качество питьевой воды в Ярославле отвечает требованиям. Об этом сегодня первому ярославскому заявил Андрей Шаталов, заместитель руководителя Ярославской межрайонной прокуратуры. Но сами реки вызывают опасения. И сегодня, во Всемирный день здоровья, наш телеканал проверил, в каком состоянии находятся водоемы города. Наше здоровье напрямую зависит от качества питьевой воды. Ее основным источником в России являются реки и озера. Наш город не исключение. Одна из двух главных рек Ярославля – Котросль. Ее длина – 126 километров. В глаза сразу бросается огромное количество бутылок воде и мусора на берегу. Если его никто не уберет, то рано или поздно он окажется в Котросли. Ну а дальше уже и Волге, соответственно. Волга, к слову, одна из самых крупных рек и одна из самых грязных, по мнению специалистов. И это при том, что на Волге располагаются 4 города-миллионника, несколько десятков, а то и сотен крупных населенных пунктов. И, конечно, наш – Ярославль. Именно природная вода из крупнейшего водоема Европы поступает в дома ярославцев, предварительно пройдя все ступени очистки. За этим следят специалисты природоохранной прокуратуры и находят очаги загрязнения Волги. Например, Суринский коллектор. Прокуратура намерена проверить реальное исполнение решений судов прошлогодних. И в случае, если кем-то из абонентов не принято достаточных мер к обеспечению нормативной очистки, так вот таким предприятиям, которые не устранили нарушения на настоящий момент, будут опять-таки приняты меры прокурорского реагирования. Чтобы понять масштаб проблемы, надо взглянуть на сумму нанесенного ущерба. Это 88 миллионов рублей. Ее должен будет возместить собственник коллектора, через который и сбрасывали опасные вещества другие предприятия. В Ярославле не менее десятка и других малоизвестных рек. Это притоки Волги и Котрасли. Вот, например, речка Дунай или Дунайка. На дне каких предметов только не найдешь. И коряги, ветки, бревна, бутылки, пустые пачки из-под чипсов. И даже строительные мешки. Вода мутная, но уткам нравится. А это уже река Пахма. В сравнении с Дунайкой достаточно широкая. Мусора в ней нет. Вода мутная, дна не видно. Правда, говорят, рыбаки, так и должно быть. Сейчас вот пройдет лед, барахло все протащит, будет потище. Весь этот мусор в мелких реках попадает в Котрасль, а оттуда уже и в Волгу. Как говорят сотрудники природоохранной прокуратуры, состояние рек вызывает опасения. Однако питьевая вода отвечает нормативным требованиям. Поэтому ярославцы могут не беспокоиться. Денис Муравев, Георгий Иванов. День в событиях. Внеплановых отключений не будет, обещают власти. Ситуацию с долгами за газ сегодня обсудили в областном правительстве. Задолженность потребителей в регионе превысила сумму в 5 миллиардов рублей. Более половины приходится на самого крупного должника, ТГК-2. Сейчас делают все возможное, чтобы жители области не пострадали, заявляют власти. Еще в 2014 году в регионе была образована специальная межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов погашения задолженностей за энергоресурсы. Некоторые споры удается решить через суд, к примеру, путем передачи имущества. Запланирована также реализация ряда инвест-проектов. Сейчас этот вопрос рассмотрения вышел на федеральный уровень. У нас по линии Минэнерго у Дворковича проводятся совещания на контроле графики погашения задолженности. Здесь наша роль только состоит в том, чтобы мы не прирастили долги управляющих компаний, долги бюджета. Мы со своей стороны держим на контроле эту ситуацию. Сегодня в регионе стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы». Недавние выпускники школ делятся опытом с теми, кому еще предстоит пройти проверку знаний. Не дают советы, как сдать ЕГЭ на 100 баллов. О том, какие вопросы интересуют выпускников, узнал Павел Волков. В какой последовательности решать задания? Как избавиться от стресса перед экзаменом? Как распределить время при подготовке? Эти вопросы интересуют практически каждого выпускника школы впереди ЕГЭ. В этом году более 5000 учеников получают аттестат зрелости. Среди них Алена Разумова. Девушка собирается сдавать 8 предметов и, конечно, волнуется. Ты знаешь, что в этот день решится в каком-то плане твоя судьба, твое дальнейшее образование, будущее. И много будет зависеть от самих экзаменов. Как сдать ЕГЭ на 100 баллов, знает Александра Кубасова. Два года назад девушка на себе испытала все экзаменационные испытания. Высший балл сегодняшняя студентка ЕГТУ получила за русский язык. Она отмечает, нужно поверить в свои силы и планомерно двигаться к цели. Большую часть времени я проводила в школе, приходила домой. Это отдых, это очень важно, потому что загружать себя тоже нельзя. Это сложно иначе получается. И дома небольшими шажками я по чуть-чуть как-то начинала готовиться. В этом году выпускников ждет несколько нововведений. Бланки с заданиями в некоторых школах распечатают прямо перед экзаменом. Видеокамеры теперь будут работать в онлайн-режиме. Конечно, такие меры вызывают у учеников волнение. Помочь справиться с ним должна всероссийская акция «100 баллов для победы». Основная задача этой акции – это снятие психологического напряжения у наших школьников, выпускников 11 классов, дать им понять, что все возможно на самом деле. У нас есть ребята-стобальники, которые не были, например, победителями никогда олимпиад по предметам. Но они хорошо учились, они сумели соорганизоваться, у них все получилось. По всей области таких ребят в прошлом году было 47. В областном департаменте образования уверены. Им есть что рассказать нынешним выпускникам. Павел Волков, Олег Лушников. День в событиях. Сегодня официальный изъявил желание участвовать в предварительном голосовании «Единой России» и Павел Исаев. Вице-спикер областной думы намерен баллотироваться по 195 округу. Напомню, стать участником избирательной гонки можно до 10 апреля. Голосование состоится 22 мая. Главное предложение в программе Павла Исаева – повысить жителям региона заработную плату. Если мы подтягиваем экономику, если мы стараемся достичь уровня жизни, как в европейских странах, должны обеспечить нашим гражданам достойную оплату труда. Вот сейчас, к сожалению, у нас этого нет. И сегодня Павел Исаев – гость нашей студии. Павел Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и начнем с такого вопроса. Вы стали участником предварительного голосования. Готовы ли к борьбе за доверие жителей? Ведь именно им предстоит определить, кто же пойдет на выборы в Государственную думу. Да, разумеется. Я думаю, что борьба у нас будет интересной и захватывающей, потому что кандидатов много. И темы, которые они ставят, вопросы достаточно жесткие, прямые. Проблемы ЖКХ, плохие дороги – все эти темы больны для нашего города. Но вы назвали для нашей области. Но вы назвали еще одну достаточно больную тему в условиях и кризиса, в том числе. Это низкие зарплаты. Как получится их поднять? Действительно, я хотел бы сказать, что, наверное, последние два года, вот с начала мирового кризиса, с поднятием цен на все наши товары, на медикаменты, жители области, да, в принципе, и все жители нашей страны стали жить хуже. И это надо честно признавать. Все это видят, все это понимают, но никто не предлагает никаких действий, как это изменить. Вот мне кажется, что сейчас, в преддверии выборов в Государственную думу, нужно именно поднять эту тему и обсудить. Можем мы поднять минимальный уровень оплаты труда для населения? Можем мы сделать его хотя бы на уровне, хотя бы 50% от средней рыночной заработной платы по нашей экономике? Можем мы сделать 15 тысяч рублей минимальный уровень оплаты труда, хотя бы его? Можем мы поднять пенсионерам выплаты до 20 тысяч рублей? Вот мне кажется, что если поднять этот вопрос на уровень страны, то решение можно найти. Ну и позвольте под конец перейти к такой теме. Новость пришла сегодня. Стало известно, что глава Закарпатской областной госадминистрации, это, напомню, Украина, распорядился переименовать все улицы, названные в честь первой женщины-космонавта и действующего депутата Госдумы России Валентины Терешковой. Все это происходит, якобы, в рамках закона о декоммунизации. Ваши точки зрения на этот счет, что вообще происходит? Ну, что происходит на Украине, мы все видим по телевизорам каждый день. Кроме как дураки, про них сказать, собственно говоря, ничего не могу. Я думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Напомню, гостем нашей студии был Павел Исаев. И премьера на Первом Ярославском. Первое в истории регионального телевидения. Психологическое шоу «Детектор правды». Ложью пропитан весь мир, говорят ученые. По словам психологов, изучающих лукавство людей, человек врет около 50 раз в день. Причем большинство врут, отвечая на самые простые вопросы. Выспались или нет? Чистили с утра зубы или нет? И в этот раз пройти испытания на искренность отважился лидер группы «Мамульки Бэнд» Максим Семенов. Спросим о семье и карьере. Сколько раз был женат? Часто ли приходится лгать людям? И обвинялся ли в плагиате? Сегодня в 19.35 на нашем канале эксперт вынесет вердикт. Все по-настоящему. Не пропустите. Итак, прежде чем начать разговор, я думаю, что Максим должен пройти краткий инструктаж от нашего эксперта. Во время тестирования постарайтесь не двигаться, шевелиться, мотать головой, прикусывать губы, щеки, язык, жимать фаланги различных конечностей, жимать ягодицы, приводить в тонус мышцы. Ножки должны быть параллельно полу. Какой же он герой глазами детей? Своими ответами на этот вопрос настоящими военными поделились дети с ограниченными возможностями. Ребята написали сочинение ЕСН на патриотические темы. Сегодня их кумиры приехали с дипломами и подарками. Ксения Рулева продолжит. Сегодня в Ярославском военном училище ПВО раздаются не только привычные крики курсантов и топот сапог на плацу. Здесь звучат аплодисменты и детский смех. Ребята из школы дистанционного обучения награждают грамотами и подарками за сочинение о настоящих героях войны. Кто-то писал о родственниках, а маленькая Лиза, например, вдохновилась подвигами незнакомого ей человека, красноармейца Александра Матросова. Я почитала информацию, что-то там добавила и от себя. Мне было жалко человека. Конкурс сочинения СССР проводился в рамках проекта «Героя. 70-летие Великой Победы». Организатор – Российская ассоциация героев. Жюри находится в Ассоциации героев в Москве. Она была очень почетная миссия. Волю жюри московского сегодня здесь воплотить, вручая подарки ребятам. Вручить детям подарки приехали те, о ком они писали. Настоящие герои. Вы мои друзья. Мы первый раз встречаемся. Уже вижу знакомые лица. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и дальнейших успехов, участия в конкурсах. Герой России Михаил Ланцев на подобных мероприятиях – гость редкий. За кадром признался, волновался сильно. Но нисколько не пожалел, что свой день рождения встретил в такой компании. Вот сейчас на выходе девушка, полностью лишенная зрения, остановила меня и сказала, можно я вам прочитаю стихотворение. И вот мне было так приятно слушать. Аж до слез. После официальной части церемонии для гостей провели экскурсию по училищу, тем самым еще больше приобщив детей к кратной истории нашего региона. Ксения Рулева, Сергей Мазилов. День в событиях. Мы рассказали коротко о главном. Больше информации, как всегда, в 19.00 и 22 часа. До свидания.